Вот так вот моем мы стол из-за того, что нам инспектора воды зажали нормальной. Миргородской поливаем. Какие инспектора? Это быдло. Это зарабечане. Приехали на заработок. Зарабечане? Да. Добрый день. Журналисты Украинской правовой газеты. А что, вас остановили? Просто так? Вас остановили просто так? Вас остановили, потому что рульс, который... Ну, что? Программа из закрепления. Едак. У кого проблемы? У вас? Едак. Что на проезжей части вы ходите? Сюда, на обочину. На обочину сходите. Вы меня слышали? Руку уберите от камеры. Вот сюда вот садите. Вы слышали меня или нет? Кричать не надо. Пожалуйста, пожалуйста, идите сюда. Закрепление воды. По проезжей части. По проезжей части ходите? Я не хожу. Да кто вы же, если не покажете? Вы не будете закреплять. Так, чтобы свое тоже не было. Подписывайтесь на мой канал. Паша, по словам, зато идти с участниками дорожной рухи. Нет, так я сейчас он понял. Я думаю, я думаю. Я думаю, я не поглазил. Слушай, какие остановки? Такой остановки нету, что из-за рухи неправильно. Я сейчас покажу. Нет такой замык. Нет такой замык. Расскажите это своему начальству. Уберите руку от меня. Уберите руку от меня. Не трогайте меня от грамм. Я вам как гражданин. Не надо грамм не отойдите от меня. Мне с вами противно разговаривать. Ставьте протоколы, все. Зачем поговорить? У меня вас все знают. У меня так и раз. А что, на ноги грязну? А ну, обратите внимание на ноги. Инспектор, что вы оскорбляете гражданина? Ноги помыть. Он же вам не говорил, что вам тоже помыться надо. От вас воняет. Зубы почистить. Вода. Вы можете только судиться здесь. Все, в ваших правах. Документы в руки можно не передавать. Документы в руки можно не передавать. Подойдите на пост, разберемся. Что случилось у вас? Вам помощь нужна? Нет, спасибо, ребята. Документы в руки можно не передавать. Я знаю, я так и все нормально. Все нормально, да? А, в рубеже, да, забито. И надо просто... Все, проблем нет в зонике. Ну, ничего страшного. Спасибо. Мы всего лишь за порядком смотрим, чтобы не было взяток. И к вам... Средь оплывших свечей и вечерних молитв, Средь военных трофеев и мирных костров, Жили книжные дети, не знавшие битв, Изнывая от мелких своих катастроф, Детям вечно досаден Их возраст и быт. И дрались мы досаден До смертных обид. Но одежды латали Нам матери в срок. Мы же книги глотали Пьянея от строк. Липли волосы нам На вспотевшие лбы И сосало под ложечкой Сладко от фраз. И кружил наши головы Запах борьбы Со страниц пожелтевших, Слетая на нас. И пытались постичь Мы, не знавшие войн, За воинственный клич, Принимавшие вой Тайну слова приказ На значение границ Смысл атаки И ляск боевых колесниц. А в кипящих котлах Прежних воин и смут Столько пищи Для маленьких наших мозгов. Мы, народи предателей, Трусов и ут, В детских играх своих Назначали врагов. И злодея следам Не давали остыть, И прекраснейших дам Обещали любить. И друзей успокоив, И ближних любя, Мы, народи героев, Водили Себя. Только в грезы Нельзя насовсем убежать. Краткий век Узабав столько боли вокруг, Попытайся ладони У мертвых разжать И оружие принять Из натруженных рук. Испытай, Завладев, Еще теплым мечом И доспехи надев, Что почем, Что почем, Разберись, Кто ты, трус Или избранник судьбы, И попробуй На вкус Настоящей Борьбы. И когда рядом Рухнет израненный друг, И над первой потерей Ты взвоешь скорбя, И когда ты без кожи Останешься вдруг От того, Что убили его, Не тебя, Ты поймешь, Что узнал, Отличил, Отыскал, По скалу забрал, Это смерти, А скал, Ложь и зло, Погляди, Как их лица грубые, И всегда Позади Воронье И гробы. Если мясо с ножа Ты не ел Ни куска Если руки с ложа Наблюдал С высока, А в борьбу Не вступил С подлецом С палачом, Значит, В жизни ты был Ни при чем, Ни при чем. Если путь, Прорубая Отцовским мечом, Ты соленые слезы На уз Намотал, Если в жарком В бою Испытал, Что по чем, Значит, Нужные книги Ты в детстве Читал. Сейчас мы находимся На коррупционном посту города Херсона, Пост номер один. Неоднократно замечали здесь уже Противоправные действия Против граждан Украины. Сегодня такие действия Имели место в свое место. Нас с этих ступенек Пытались столкнуть. Инспектор Не пускал нас Пройти Дополнить Компания Ужалов. Нам было отказано В стакане воды. То есть я попросил Инспектора Стакан воды. На этих ступенках Нас пытались столкнуть С этих ступенек. Потом там же Инспектор Тянул за руку Блокировал Работу журналиста. Сейчас мы постараемся Взять интервью У этого инспектора, Который делал Противоправные действия. Спросить на каком Основании И почему он так сделал. Сейчас никто не выйдет. Они там уже закрылись Или выйдут. Добрый день. Добрый день. У нас с вами есть Пару вопросов, инспектор. Я вам сразу представлю. Я вам сразу представлю. Журналист Украинской правовой газеты Дорожный контроль. Я журналист. Вот мой коллега. Вот наш оператор. Приехали к вам Вызвали оператора, Чтобы узнать На каком основании Вы стоя здесь Стоя здесь Толкали двух граждан Двух граждан Толкали и пытались Вытолкнуть. Да, есть доказательства С этой камеры Снималось. Мы хотим узнать Мы хотим узнать На каком основании Что вам дало право Скажите Что вам дало право Сейчас пока Я себя разговариваю Я потом выслушаю вас Что вам дало право Вот вы говорите Не перебивайте Что вам дало право Право Толкать меня в грудь, толкать мне в грудь и говорить мне, что потом мы разберемся с вами еще увидимся. То есть вы намекали на то, что мы с вами, вы снимите форму, и мы с вами где-то встретимся и разберемся. То есть вы или будете ждать меня под подъездом, да? Вы на что вы намекали? Боюсь от чего-то. Я не боюсь, я развиваю. Честному человеку бояться нечего, правильно? Нет, я предполагаю, что такое может быть. Сейчас проблема, я хочу от вас получить комментарий, на каком основании вы меня толкали отсюда ступенью, не пускали сюда. Я объясню еще раз. Объясните, пожалуйста. Подробно, скажу, ломиться в здание нельзя, надо хотя бы подойти сначала спросить, что вы хотели. Я говорю, воды нет в здании, вы продолжаете меня отодвигать, ваш товарищ, где он маленький? Я здесь. Ломиться в здание, говорю, заходить нельзя в здание, вас позовут, вы пойдете. Я попросил заполнить книгу жаловаться. Ломиться нельзя. Не скажу, прошу. Так или нет? Смотрите, слово ломиться, это тюремный лексикон, пожалуйста, не используйте его на работе. Это тюрьма, то есть, да. Вот это все закончилось, на этом институте не закончилось. В чем сейчас проблема? Не используйте тюремный лексикон, я вас выслушал, теперь я вам, теперь я говорю. Будем, не будем использовать базар, а будем диалог, диалог, разговариваем диалог. Смотрите, я не ломился, я пытался, я вам объяснил, что, если воды нет, я вам объяснил. Воды нет, все, я просто заполню книгу жалов, вы все равно меня не пускали. Только после того, как я набрал 102, мы смогли пройти. Только после того, почему, почему, почему так. Вы написали все изложение, нет, я хочу спросить, почему так, почему так, только после звонка 102 выпустили в это помещение, в которое нет запрета. В которое нет запрета. Вообще, выходить в здание нельзя, если вас не пригласили, к вам не уходит никто, ни в дом, никуда не заламывается, нет. В автомобиль к вам не лезут, вы кричите. Мне было бы приятного, да, извините, да, я бы слушал вас. Вам в автомобиль никто не ловится? Нет. Нет? Как вы все время любите кричать, что не это моя собственная. Правильно, это своя частная собственная. Это учреждение. Такое, частное? Вас приглашают, государственное, вас приглашают сюда в айдиоте. Тем более, вы знаете, вы худите с одной целью, чтобы спровоцировать какой-то конфликт. Нет, у нас не было действительно, у нас не было воды. Мы это все, правда, нет, проблема еще даже в том, что, на каком основании вы оператору хватали заходить. Второй вопрос. Вы оператору хватали за камеру и тянули меня за руку. Я в восемь раз вас попросил отойти с проезжей части. Вы мне как от меня отмокнулись просто, да, вот так? Правильно. Потому что вы мешаете моей работе. Я не хотел с вами. Вы моей работе мешаете, да. Моя работа заключается так, как и ваша. Я могу находиться, можете почитать, законные мои права. Я могу находиться в горячих точках. Я могу заходить к вам в пост. Потому что я налогоплательщик и журналист. Я должен показать людям, что здесь происходит. Что здесь в числе. Журналистам не ломится здание. Нет, пожалуйста, я вас прошу. Я вас прошу. Я вас прошу. Не используйте это слово. Оно противно и мне, и людям, которые будут нас제�ать. Вы ломаетесь. Просто в здание вы ломаетесь. Нет, так у вас выходит. Я не ломаюсь. Я пытаюсь с бойцами. И вы пытаетесь выйти. Я пытаюсь с happy cold. Вламываться. Такого слова нет. Сейчас здесь это грубое слово. Я вас прошу. Не используйте. Хорошо. Скажи, вы пытались силой войти тогда в здание? Будем говорить так. С силой. Можно использовать так и together. Да, можно использовать, но я не пытался силой войти. Вы должны понять, вы должны понять, я вам хочу, чтобы вы поняли, что это здание и оружие ваше, ваша жилетка, значок, брюки, все что, ваша зарплата, она за счет налогоплательщиков, людей. Вы должны утром, когда вы хотите на работу, вы должны понимать, что вы выходите людям служить, а не работать. То есть помогать, действительно следить за безопасностью дорожного движения. А в чем заключается ваша работа? Служить. Моя работа заключается в показать, действительно ли вы служите или вы работаете. Или вы вышли и выходите между автомобилей. Я вам говорю, нельзя этого делать, а вы продолжаете на своем руке. Я, инспектор, я еще раз подтверждаю, мне можно, почитайте мои права. Пройдить по проезжей части? Нет, мне можно находиться в горе везде. На проезжей части ходить вам нельзя. Инспектор, давайте покроем правила движения. Там написано, переходить проезжую часть нельзя. Я ее не переходить. Находиться на проезжей части нельзя. Там не написано, находиться нельзя. Едя его пить здесь нельзя, когда едут автобусы, люди смотрят. Это минеральная вода, мы специально туда навели, чтобы вам казалось, что это sweeping. запах от вас от минеральной воды. От минеральной воды? Совершенно правильно! Все я вам назвал, что мы сейчас еще делали? Да, мы назвали, все нормально, диалога никакого нету, сейчас мы будем с вами здесь, не, мы снимаем репортажи, посмотрим, как хотим, чтобы взяли с руками, поработали. Что вам запрещает? Хотим, чтобы поработать на труках с вами? Мне нужно сейчас написать репорт и передать смену. Все приборы, потом, что мы здесь присутствуем? Скажите, это ж открытая, это ж не закрытая. По какому? Может, еще какие-то вопросы сходить? Если какие-то были сложные вопросы, скажите? Нету сложных. Все прекрасно. Вот это вот делать, то, что вы делали там, нельзя. Нельзя? Нельзя находиться здесь? Можно находиться. А кто-то вас выгонял? Нет, а кто-то не выгонял. А что мы тогда говорим? Я говорю, пить нельзя пиво. Пить пиво не пиво. Едут на автобусе, детей уйдут здесь, с моря сейчас едут. Все смотрят, как мы красиво пивы. У нас есть запись видео, как вы пивы. Вы говорите, нет. И запах от вас, это тоже, мне кажется. Давайте по закону сделаем, зачем эти голословные слова? Зачем голословные слова? Я голословно говорю, присаживайтесь на автомобиль, давайте проедем и я вам дам прибор. Я сейчас не за рулем. Я сейчас не за рулем. О чем вы говорите? Да, нам не о чем говорите. Вы говорите, что я голосованный. Да, голосованный. Я вас оговорю. Вы снимите за автомобиль. Вы можете подойти, у нас минеральная вода налита в бутылки с под пива. Хорошо. И даже если это было пиво, мы не находимся в общественном месте. Секунду. Мы находимся на природе. Секунду. Да. Можно? Хотите, да. Все, слушаю вас. Если вы говорите, я вас оговорю, присаживайтесь в автомобиль, давайте вы проедете, вы говорите, вы не употребляли ничего, и после этого продуете приборы. Я не пойму это, к чему это? Ну, это же... Вы хотите доказать, что вы ничего не пили? Давайте прибор я так продую. Ну, так просто не дуй. Почему? Ну, почему? Он на свидетельствах не водителей проводится. Я не хотите, чтобы моего транспортного средства нет. Ну, все, значит, никто ничего не пил. Мы все сфантазируем. Болословные слова. Конечно, это ваше. Вы же знаете, доказайте, что согласно административного кодекса. Если вы боитесь делать то, что я вам... Я не боюсь, но я только инспектора. Правильно. Я не боюсь, у меня нет страха, понимаете? Давно уже нет. Вы сегодня не заважаете, пожалуйста, прокурат. Если у вас есть инспекторы, есть компетентные органы, пожалуйста... Мы не заважаем, мы будем находиться с вами, будем задавать ваши вопросы, вам вопросы, сколько надо, сколько надо. Это что, подразумеваете? Что вы подразумеваете? Может, не заважайте служить или служить? Ну все, так не служить граждану Украину. Если у вас есть какие-то podstawи, конечно, я хочу, чтобы передо мной... Пожалуйста, обращайтесь, письмо, заявление. Мы обратимся обязательно. Сейчас мы здесь находимся на работе и будем выполнять свою работу. Мы постараемся не заважать вам служить, а вы постарайтесь не заважать нам работу. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует. Я интересуюсь, просто даю рекомендации, как гражданин меня правил свой. А чего вы не нужны? Так вы же уронов с остальной властью. И вот еще, Константин, хотел бы задать пару вопросов этому инспектору. Я не знаю, как он свое удостоверение не предъявлял, значок даже спрятался. Я не спрашиваю. Можете сейчас показать? Я вам что, первый раз вы показываете? Я не знаю, вас много, я не запоминаю. Вы уже мне столько раз вы видели, пожалуйста. Ирайчук Микола Дмитрович, перебивая на посадке инспектора ДПС 2015-го. Вот, Микола Дмитрович, вот мы здесь стояли на порозе, я хотел зайти, не вломиться, зайти. Я прошу прощения, я по-моему, Виталий Анатольевич, да? Виталий Анатольевич, есть компетентные органы, пожалуйста. А вы некомпетентны? Дайте рекомендуйте. Обращайтесь, пожалуйста, к вам. У нас сейчас конец рабочей смены. Нам нужно составить очередь, передать смену. Вы выполняйте свою работу, не мешайте нам, пожалуйста, не мешайте сделать нам нашу. Нас просто у нас есть время, понимаете? Вы же люди, у вас есть семья, страны, дома. Это лишние разговоры о семье, о доме. Причем тут лишние разговоры? Вы тратите мое рабочее время. Вот и все. Если вы что-то вам как это, пожалуйста, обращайтесь, обжалуйте. Это ваше право. Да, я просто хотел узнать, почему вы меня не пускали сюда. Не хотите отвечать? Скажите, я не отвечу. Я не вас не пускал. Нет, вот здесь есть на камере, вы меня не пускали. Я обходил инспектора, вы тоже меня не пускали. Я выходил, а он входил. Мы просто столкнулись вместе. Понимаете? А никого я не прощаю. Не отвлекайте, хорошо следуй. Пожалуйста. Нам нам просто надо... Пишите, вы же не пишите. Не, вы просто не задержите наших. Вы лезете, хотите зайти, выйти? Нас отвлекает. Мы будем здесь, что мы мешаем? Граждане находятся здесь. Будете писать. Сейчас каждый по очереди будет писать информационный запрос. Все ставлю. Инспектор, ну вот из... Смотрите, Ганя, 20 страниц мы зажили жалоб, да? И не украли эту книгу, не порвали ее. А вы переживаете? А вы переживаете? Кто вам сказал, что я переживаю? Ну, у вас же... Я попросил, я сказал вам, подождите секундочку, правильно? Потом тихо, я вам принес ее, и вы пишете. Мы с книгой ничего не сделаем, я вам говорю. Я не сомневаюсь. Я в этом не сомневаюсь. Пожалуйста, ваше право, пожалуйста, пишите. Вот мы пишем сейчас. Написали, что он возникал, да? Написал Владик, сейчас ты, потом я, потом все получим. Ну, знаешь, мы сидели-сидели и обсуждали между собой там. Каждый себя представил в роли инспектора. Миша, он говорит, я бы жить бы не смог бы так, чтобы вот так, знаешь, набрать там. Ну, вот едет камазист, подошел, отчитался, занес, естественно, я бы не смог бы так. Я бы, знаешь, тоже на этой скорости не смог бы так, знаешь, едут люди, просто едут по дороге. Оплата за проезд. У вас плохо закрепляем врус. Или на ось. У вас, ваша машина, как мы недавно здесь были, ваше транспортное средство, не вовремя формлено, поэтому проследуйте, пожалуйста, за нами на Майданчик. А когда приехал в дорожный какой-то родный персонок, то сразу впали себе вопросы. Никто никуда не следует, все нормально, и человек поехал дальше. Когда задержали женщину здесь, которая 65 лет, у которой там сердце больное, у которой здесь сознание терялось. Пока я не приехал, ее не отпустили. Ее держали по рубежу. Приехал я, нашлись все документы, все нормально, все отпустили. Вам не стыдно, что? Нет? Не стыдно, что вас? Значит, не стыдно. Вы о ком? Я говорю обо всем. А, все? Обо всем. Обо всех вам сколько раз. Я же не могу вам запретить разговаривать. Взрослый человек, вы старше меня. Вы должны все прекрасно понимать, что здесь происходит. О чем мы говорим. На каждом посту берутся взятки. Огромными суммами. Везется все в Киев. Это вы говорите. Это все знают. Это вы знаете. Я этого не знаю. Конечно. Конечно. Иначе бы вы не смогли работать здесь. Если бы вы об этом говорили здесь. Почему? Ну хорошо, скажите, какую сумму в день вы должны собирать? Кто это вам такой слушал? У вас сложная информация? Да. Ну и все. У вас сложная информация? Я такого не слышал. Я не помню, за сколько лет я работал в Киеве. Сколько лет? Никаких сумм вас вы не собирали. Не рад в жизни. Я такого даже не слышал. Я вообще никаких вопросов. Я прошу прощения. Да. Что это такое? Я не знаю. 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 Окей. Ну, ладно. А что вам случилось? Нажмались. Да ничего. Просто оборванец. Мягко. А вы поломались? Неприятно. Да. Как шокер. Шокер был. Как шокер, да. Слышишь, у меня жахнут, я сейчас взлечу. Да. Слышишь, Костя, шокер был? Какого-то шокеры не было. Вот, наверное, шокер. Инспектор, а мы слышали звук шокера. Шокера? Да. Я не слышал. Вы слышали? Да. Кто говорит? Тоннер. 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 Продолжение следует...